и вот у нас еще одна распаковочка быстренько вскроем посмотрим что внутри я жду на самом деле всего лишь один смартфон и бренд ему кто-то наверно подумает что это мы за но три другие подумают это мы за мной 3 mini и его вы будете не правы на самом деле жду совершенно другой мы из это первым мизу металл почему не м3 или м3 not во первых здесь процессор x10 они по 10 магазин том топ вот а этот процессор гораздо мощнее чем по 10 то и здесь реально мощность очень-очень высокая ничего не показал друзья ну извиняюсь так опять бумажка какая-то сейчас я посмотрю может это читать специально да нет пишут принципе характеристики что на юнос 2 гигабайта оперативки 16 внутри helio x10 восьми ядерные получается 2 гигагерца fly м5 full hd экран что еще x10 процессор мы и так поняли две камеры на 13 5 мегапикселей 4g есть 3g 2g есть искание отпечатка пальцев не всем зачем нам это написали я не знаю ну как бы по крайней мере зачитал характеристики ай-яй-яй вот стрелочка видите типа дело это снизу что у нас здесь написано все по-китайски друзья ничего особенного мы не узнаем оба ну подход мы за это уровень apple кабель usb микро usb стандартный классический кабель зарядник от meizu так ну тут написано очень мелко поэтому я лучше прочитаю 5 вольт полтора ампера вот такая зарядочка нужен переходник так скрепочка открываем это все такое ощущение что они его специально чтобы оторвали что она не открывается никогда так бумажка от meizu и еще одна бумажка от meizu две бумажки скрепка скрепку забираем скрепка здесь на скотче не знаю как проще его значит с этой стороны с этой стороны забрал вот такая вот скрепочка на моем meizu mx4 pro никаких скрепочек нет задняя крышка снимается ну и собственно сравнивать буду самых 4 pro вот такой вот аппарат проверю него работает ли 4g почему именно этот аппарат друзьям но вот я наверно многие этого ждут я смотрел сравнение металл и сравнение с м3 нот и по многим характеристикам металл мне показался гораздо интересней тем более он сейчас подешевел по поводу русского языка ничего сказать не могу друзья это все буду тестировать попробую перепрошить сейчас и meizu xiaomi все это надо перепрошивать все это надо как-то там менять идентификатор как например вот на мой mx4 pro пришлось поменять идентификатор и поставить русскоязычную европейскую прошивку как здесь будет неизвестно но думаю примерно то же самое так сзади у нас камера двусветная вспышка надпись meizu служебная разная информация сверху микрофон шумоподавления гарнитура так с левой части очень удобно наконец-то кнопка включения так русского нету как видим португальский французский испанский китайский ну давайте хотя бы английский хоть что-то знакомое принимаем давай скипнем ну ладно так кнопочки металлические приятные здесь я так понял это сканер отпечатка пальца работает домой работает кстати лучше чем на моем x4 pro м4 pro например у меня такая вот беда и что когда нажимаешь но не очень живо реагирует на это все здесь же реакция гораздо лучше гораздо быстрее отзывчивее ну и сам интерфейс конечно летает здорово так на нижней части у нас еще один микрофон разъем micro usb выход под динамик на передней части у нас разговорный динамик датчики и фронтальная камера датчики не знаю как то выглядит как будто это две камеры так здесь сканер отпечатка пальца должно быть все это проверим на обзоре ну давайте вот эту штуку откроем так лоток спаренный по две сим-карты или сим-карты карта памяти так попробуем вот и g работает open ну и какую-нибудь песенку очень мне нравится как отзывчиво он двигается чуть-чуть прикасаешься и все отрабатывает не то что в моем мх4 pro громкий очень громкий динамик динамику вопроса вообще никаких нет давайте посмотрим на картинке ну я думаю с углами обзора здесь никаких проблем не будет ну давайте вот так вот и Ну, неважно, можно и на этой картинке. Углы обзора у Meizu всегда хорошие, так что мы это проверяем скорее, просто чтобы удовлетворить любопытство. Отличный аппарат, я, может быть, предпочел бы его даже своему MX4 Pro, но если с MX4 Pro сравнивать, немножечко он пошире. Но чем нравится мне MX4 Pro, тут есть звуковой чип, здесь звуковой чип, токовстроенный, по-моему, от Wolfson. Ну, это все, послушаем. В обзоре я напишу, насколько нравится, не нравится мне звук, как он в сравнении с MX4 Pro. Очень многим людям нравится тематика звука в моих обзорах, поэтому звуку будем уделять побольше внимания, особенно, если это аппараты Meizu, у которых со звуком всегда было все просто-просто мега шикарно. если посмотреть другие картинки. Ну, экран просто классный, друзья. Просто очень крутой. То есть мега вообще. Ну, это Meizu. Говорят, кстати, у M3 Note экранчик похуже сделали. Не буду спорить, себе на обзор M3 Note не удалось выбить. Ну, вот так вот. Зато взял Metal. Так, давайте посмотрим, как он снимает фото. Давайте это уберем и попробуем камеру. Сейчас я снимаю вечером, поэтому качество фото придираться не стоит, потому что за окном темень вообще несусветная. И освещение у меня, не скажу, что профессиональное прям. Друзья, для вечерней съемки вау. Очень-очень здорово. Тоже фото сравним с MX4 Pro. О том, насколько двинулось вперед или назад Meizu. Ну, в общем, обо всем, друзья, поподробнее в обзоре. Это, напомню, не обзор. Это у нас распаковка. Поэтому, если есть какие-то комментарии, если что-то надо отдельно проверить, пишем вниз. Кроме того, что я, конечно же, назвал. Обязательно ставим палец вверх. Обязательно подписываемся на канал. Подписываемся на группу ВКонтакте. Всем спасибо, друзья. Всем пока.